АПЛОДИСМЕНТЫ Таблетка какая-то странная. С двумя дырочками. Что только за границей не делают, а? Прошла. Голова чугунная. Все утро вспоминал, как Крупскую звали. Ни одного приличного слова на ум не приходит. А в зеркале сегодня, как и ужас показывает. Неужели Нельсон Манделла под асфальт в каток попал, а? А если это я, каким местом я в зеркало смотрю? А начиналось вчера, как чинно, благородно, на банкете. Приятель диссертации защитил, новую науку придумал на стыке кибернетики и математики. Называется кибенематика. Профессор, лучше целебной водкой запрел бы. Он по телевизору мужика показывали. Доктор, что и защитил, но очень важен для народного хозяйства тема, о правильном потреблении алкоголя. Десять лет на себе эксперименты проводил. Прошел к заключению, что лучше всего вводить алкоголь в организм при помощи клизмы. Да. Во-первых, сшибает быстрее. Во-вторых, закуски не требуется. В-третьих, перегаром изо рта не пахнет. Непонятно только, как в таком случае пить на бррррршак с дамой. Вот, пожалуйста, на таких ученых-кожлов государство деньги тратило. Поэтому настоящие ученые давно за кордон уехали. Ой, что ж потом было после банкета? Куда я пошел? Неужели к женщинам? Я так выпью, всегда к женщинам тянусь. А как тянусь, никак не могу понять, какого леша у меня от них нужна. А... Что с меня возьмешь в таком состоянии? Мне главное, тут мой друг сказал, что у него очень удобная знакомая есть. Муж в командировке. Дочка у нас все лет куда-то в деревне уехала. Младший внук в армии. Да, он там полковником словно. Открывает она нам дверь. А... О... Ну, сразу видно с 13-го года. Не, не, не с 1900. Просто с 13-го. До нашей эры. Я не думал, что так бегать умею. А что потом было? Вспоминаю. Лучше бы не вспоминать. Культурный человек называется. Ученый, моченый. У ларька из горла добавлял. Рядом еще какой-то бомж пристроился. Вылитый раз Путин с бутылки. Я ему что-то рассказывал. Он подмигивает. Ох... Оказался светофор. Я, дурак, ему сейчас анекдоты расскажу. Про пьянку. Вот этот, про пьянку. Мне очень нравится. Итальянец пишет в дневнике. Вчера весь день пил с русскими. Чуть не умер. Сегодня весь день с ним похмелялся. Лучше бы я вчера умер. Я не могу. О, слабаки, а? А как я до дома добрался? Вспоминаю. Какой бетонный забор перелезть хотел. А как расцвело, вижу бордюр на мостовой. Бедная моя мама всю жизнь предупреждала в Царстве Небесном. Пить не бросишь никогда, большим человеком не станешь. знала бы она, что наш самый большой человек. Уже ни одно озеро Байкал выпьет. Я его понимаю. Его сейчас пожалеть надо. Ну так, между нами, по-честному. Как у нас, не пить. На все трезвым глазом посмотришь, повесишься. Буханка хлеба стоит, как при Брежневе ковер. Колбаса, как при Хрущеве самолет. А на зарплату нынешнего депутата в те годы можно было запустить в космос не только Белку, Стрелку, Гагарина, Терешкову, Николаева и других тоже, но и юного ставропольского комбайнера Мишу Горбачеву. Причем так, чтобы он до сих пор там летал в полной невесомости, при которой мысли об антилкогольном указе в голову не приходит. Надо же был додуматься, у народа единственную радость отнять. Как на все посмотришь, мать твою, а как выпьешь, о, к маме надо зайти. Вроде голова меньше болит. Видать, таблетка помогла. Не надо, не надо расстраиваться. Вон у меня сколько пустых бутылок. Растут в цене не хуже доллара. Доллар иногда даже падал, а они росли. Тот же зеленый. Очень выгодный капитал вложений. Так что я богач. Еще немножко. Я совсем богатым стану. Жизнь продолжается. Есть повод выпить, гаспадам. Гаспадам. АПЛОДИСМЕНТЫ